Здравствуйте! Время новостей на канале Саратов 24. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чём пойдёт речь. Грозит до 15 лет лишения свободы. Может скрыться от органов следствия и суда, использовать своё должностное положение и угрожать свидетелям по делу с целью склонить их к отказу от своих показаний или изменению ранее данных показаний. Бывшего главу Эмильского района обвиняют в получении крупной взятки. Пожаловались на проблемы. В Татищеве председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провёл большую встречу с депутатами и министрами. Скрестили клюшки. Мы готовились к этому турниру и победениях и заняли первое место. В Саратове прошёл детский областной турнир. Команды боролись не только за медали кубок, но и за денежный приз. Какая погода ждёт нас 2 февраля? В народе этот день называли Ефимкиной метели. Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. А начнём с громкой новости. В Волжском районном суде Саратова сегодня решался вопрос об избрании меры пресечения бывшему главе Энгельского района Дмитрию Лобанову. По версии следствия, экс-чиновник получил взятку через посредника. За это ему грозит до 15 лет тюрьмы. Опасаясь, что Лобанов попытается скрыться от следствия, тем более за последние несколько лет он выезжал за границу 18 раз, гособвинители попросили взять подозреваемого под стражу на 2 месяца. Может скрыться от органов следствия и суда, использовать своё должностное положение и угрожать свидетелям по делу с целью склонить их к отказу от своих показаний или изменению ранее данных показаний, либо оказать на них с этой целью иное давление, так как ряд свидетелей по делу находился в его служебном подчинении. А также может принять меры к сокрытию или уничтожению доказательств, либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу. В итоге избрание меры пресечения Дмитрию Лобанову было отложено до субботы. Напомним, что операцию по задержанию экс-главы провели сотрудники ФСБ. Всего по делу проходит 4 человека. Лобанов, бывший председатель комитета управления имуществом Сергей Оресков, бизнесмен Армен Жуликян, предприниматель Владимир Гикаев. Двух последних заключили под стражу до 30 марта, а Орескова поместили на 2 месяца под домашний арест. Вторая большая встреча за два дня. Накануне председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отправился в Татищево. Там собрались больше тысячи человек. Депутаты районных собраний и городских поселений, а также областные министры. Говорили о проблемах нехватки врачей больниц, обманутых дольщиках и земельных участках, которые уходят в частные руки. Полина Попенец расскажет подробности. Наш район отличается большой потяженностью. И это создает трудности населения, особенно при полном возрасте, и маленьких детей. Так как больница находится на территории города Саратов, это поселок Жасмин. До ближайшей больницы почти 12 километров, жалуется депутат Краснооктябрьского муниципального образования. Большинство сельчан без личного транспорта. Добираться тяжело. Просят спикера Госдумы повлиять на строительство новой больницы. Считаю более правильным, нам просто будет сначала изучить, прошу своих помощников, выехать на место, познакомиться с ситуацией. Нам нужно сделать все для того, чтобы у нас была доступность зарухонения. Практически 50% у нас не хватает врачей. Недопустимо, и это для нас просто упор. Также Вячеслав Володин призывает уделить внимание сельским учебным учреждениям. Депутат из Балтайского района просит помочь отремонтировать местную школу. Хотелось бы, чтобы на ветеральном уровне разработали и внедрили программу по капитальному уровню именно сельских школ. Что касается сельских школ, было бы правильно смотреть по линии Министерства сельского хозяйства в разделе социального устройства села. Можно и по этой программе оказать помощь. Давайте посмотрим. Председатель Госдумы напомнил о дольщиках. Без жилья остались около 30 тысяч человек. Жители Саратова, Энгельса и Балакова. В этом году планируют ввести в эксплуатацию 14 проблемных домов. По мнению Володина, к этой проблеме привело неэффективное использование земельных участков. Особенно в областном центре. Вариантка 800 земельных участков ушли из собственности города и привезли к городу ничего. А это где-то около 4 миллиардов рублей. Около 4 миллиардов рублей. Представляете себе, вы знаете свои бюджеты. Это не красит муниципальную власть, это не красит депутатский корпус. Несколько часов депутаты районных собраний городских поселений общались со спикером и главой региона. Больше тысячи человек рассказывали о своих проблемах и вместе искали пути решения. Мы увидели, что власть и федеральная, и региональная напрямую работает с депутатами районов, поселений. Отвечают на острые вопросы, не сглаживают проблемы. И некоторые вопросы, что мне очень понравилось, конкретно назначаются люди, кто за них будет отвечать. Также спикер отметил преимущество реновации жилья. Когда на месте старых домов появляются новые многоэтажки. Этот проект начали осуществлять в Энгельсе и Саратове, где больше всего аварийных зданий. Та проблематика, которая есть сегодня в состоянии нашего жилищного комплекса, она поджимает. И сегодня у нас уже 400 домов только аварийных по городу Саратова. И по статистике, мониториям у нас их довольно-таки много. Поэтому та инициатива, которую сегодня принимает и глава Энгельса, и глава Саратова, это хорошее подспорье. И надо в этом направлении двигаться. Программу реновации жилья сейчас полным ходом реализуют в столице. В нашем регионе нужна поддержка как финансовая, так и законодательная. Спикер Госдумы призвал депутатов не оставаться в стороне, участвовать в новых проектах и активнее решать проблемы жителей региона. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов-24. О проблемах дольщиков сегодня говорили и в студии программы «Прямая речь». В гости к Марии Смирновой пришел депутат Государственной Думы Николай Панков. Как обстоят дела с теми долгостроями, которые должны сдать уже в этом году? О чем еще говорили в студии? Ответы на эти вопросы сразу после выпуска новостей. Не пропустите программу «Прямая речь». Не передвигаются, а плывут. Третий день. По улице Тархова в Ленинском районе течет вода. Местные жители не раз обращались в информационную службу «Саратов-24» с просьбой помочь. По их словам, на коммунальную аварию сотрудники концессии водоснабжения «Саратов» отреагировали слишком поздно. Только сегодня ночью удалось устранить один из порывов. Как оказалось, их несколько. И найти их достаточно сложно. Используется специальное оборудование. Специалисты объясняют, вода попадает в старый водовод, которому уже почти 40 лет. Он не работает, но из-за особенностей рельефа именно по нему вода прорывается наружу. А это перспективные Тархова, Лебедева, Хумача. Каждый год одно и то же. И все без изменений. Как раз прорыв прошел. И на сутки отключали воду. Трое суток вот здесь вот льется сейчас. И по дороге. И здесь вот дети, говорю, как бедные в школу ходят. В настоящее время вызваны представители подземных коммуникаций. И все владельцев, которые покажут, где можно копать, где нельзя. И будут начаться вскрышные работы на том месте, где показали датчики в данный момент. Будем надеяться, что эта работа приведет нас к устранению данного повреждения. Вернее, оно будет обнаружено и устранено. Попали в снежный плен из-за сильного снегопада, который продолжался в Саратове почти двое суток. На дороге через Алтынную гору было ограничено движение на 8 часов. Как сообщили спасатели, все это время велись работы по очистке дороги от снега и от застрявших грузовиков. Образовавшаяся пробка растянулась почти на 20 километров. Спасателям пришлось использовать служебный БТР. С помощью него многотонные машины освобождали из снежного плена. В ловушку попали 15 большегрузных автомобилей. Для дальнобойщиков организовали 16 станционарных пунктов обогрева. В настоящее время движение на данном участке полностью восстановлено. Ситуация находится на постоянном контроле. На следующие сутки неблагоприятные погодные явления на территории области не прогнозируются. Отправились с проверкой. Сегодня саратовские прокуроры побывали в Кировском районе. Там жители многоэтажек на улице Техническая жалуются на нехватку в округе школ и детских садов. Те, что есть, переполнены. Хотя по плану новые здания должны были строить. Однако сейчас на их месте готовится возвести очередное жилье. Роман Базан побывал на месте событий и узнал, где еще в городе остро стоит земельный вопрос. Фок уже продан. Продан через АИТО. 36 миллионов он здесь. Ни спорткомплекса, ни детского сада. Жители домов на улице Техническая обещанного ждут 7 лет. Рядом с многоэтажками должны были построить школу. Сейчас ближайшая в километре. Дети учатся в две смены. По словам местных жителей, мест даже так не хватает. Переполнен и детский сад. Ситуация еще почему накаляется? Потому что в садике переполнен, к которому наш район прикреплен. А школа? Школа. По словам, что на три смены хотят как-то переходить, непонятно. Это вообще как будет. В 19-м году хотят. По 36 человек. В прошлую смену. Вот. Дом 7А. Там 10 подъездов. Сколько подъездов? 4 стажей. Почти тысячу квартир. Да, тысячу квартир. Он еще сдан, но он еще не полностью заселен. Соответственно, там тоже будет очень много жильцов с детьми. Но садик уже переполнен. А детский сад по проекту? Детский сад по проекту. Вы, по-моему, с той стороны, где это типа фокус. Изначально земли в этом районе принадлежали Министерству обороны. Потом их передали городу. Вместе с этим, уверяет житель, изменился и план застройки микрорайона. Вместо школы и садика бизнесмены собираются возвести очередные многоэтажки. Поручено прокурорам области разобраться в этой ситуации с выходом на место. Непосредственно все доводы ваши изучить и исследовать. Следующая, думаю, наша встреча в прокуратуре города пройдет. Вы там, кто там, кого уполномочите, да? Вместе с застройщиком, вместе с должностными лицами администрации города будет проведена проверка, дана оценка законности их действий. Кроме того, конечно, и с учетом, конечно, прав всех дольщиков, ваших жильцов, чтобы они были... Похожие проблемы ожидают и жильцов высоток на предмостовой площади, говорят эксперты. Три небоскреба возводят на краю Глебычева оврага. Застройщик – компания «Шелдом». С инфраструктурой здесь тоже беда, говорят специалисты. Ближайшие детские сады – школа за мостом через Глебычев овраг. Проблемы и с поликлиникой. На всю округу она одна. Обслуживаются в ней более 40 тысяч человек. После возведения небоскребов население прибавится. А сообщение между Саратовым и Энгельсом будет парализовано. Если это будут многоэтажки, соответственно, логично будет предположить, что в каждой квартире этой многоэтажки будет автовладельца. А то и два, так как чаще всего членов семьи все-таки два. И у нас все чаще случается, что и у мужа, и у жены автомобили. Где их парковать? Если придворовая территория маленькая, соответственно, будет война за парковочные места. По данным областной прокуратуры, сегодня в судах рассматривают сразу два дела в отношении компании «Шелдом». Оказать поддержку правоохранителям пообещал и Николай Панков. Депутат Госдумы заявил, что в земельном вопросе в областном центре надо навести порядок. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. Хотел подкупить. В Саратове задержали бизнесмена. Его обвиняют в попытке дать взятку в особо крупном размере. По данным следствия, предприниматель через посредника передал сотруднику областного управления ФСБ миллион рублей. Это была лишь часть суммы. Оставалось еще четыре. Необходимо было решить вопрос переноса подземного газопровода с земельных участков, принадлежащих предпринимателю. В настоящее время бизнесмен заключен под стражу, а посредник отправлен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается. Передача посредникам денежных средств осуществлялась под оперативно-розыскного мероприятия, в рамках которого его противоправные действия пресчены сотрудниками ФСБ России по Саратовской области. В кратчайшие сроки взяткодатель задержан следователем в порядке статьи 91 по КРФ. Судом по ходатайству следователя ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда посредник отправлен под домашний арест. За прошлый год областные прокуроры добились выплаты саратовцам более 280 миллионов рублей. Расскажем об этом после рекламы и прогноза погоды от Александра Новохадского. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. В пятницу 2 февраля в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменная облачность, местами небольшие осадки, ветер с севера, западность, переходом на южный порывистый. Днем и ночью от 6 до 16 мороза. Да, федеральная пассажирская компания проводит набор проводников пассажирского вагона. Стабильная заработная плата, полный соцпакет, медицинская страховка и льготный проезд на железнодорожном транспорте. Обучение за счет предприятия. А в Саратове и Энгельсе переменная облачность возможен, небольшой снег и по-зимнему комфортно. Температура днем и ночью 9-13 градусов ниже нуля. Атмосферное давление повысится до 762 миллиметров ртутного столба. В народе говорят, что если 2 февраля метет метель, то вся масляная неделя будет метельной. Кстати, масленица в этом году с 12 по 18 февраля. О градусах все. А в салоне меха госпожа метелица в сезонная распродажа. Успеете до 28 февраля 2018 года. Всем всего доброго и до встречи. Госпожа метелица. Здесь вас ждет огромный выбор шуб и дубленок. Только сейчас скидки до 30%. Добро пожаловать в царство меха. Улица Степана Разина, 54. Действует кредит и рассрочка. Продолжаем знакомить вас с новостями. Подвели итоги работы за минувший год. Сегодня в областной прокуратуре состоялось заседание коллегии. Прокурор области Сергей Филипенко рассказал о результатах надзорной деятельности. Так, в прошлом году прокурорами было пресечено более 70 тысяч нарушений федерального законодательства. В дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 25 тысяч человек. Кроме того, прокурорам удалось принять меры по защите трудовых прав. Ликвидированы долги по заработной плате в размере более 280 миллионов рублей. Мы смогли в прошлом году переломить ситуацию с обманутыми дольщиками. Не просто вошли с ними в постоянный диалог, а сдали 10 домов. Восстановив права полутора тысяч человек, действовали бескомпромиссно, прилагая сверхусилия, искали решения там, где их никто не мог найти в течение десятилетий. Продолжат следить за комфортом. Сегодня в областной думе обсудили проекты по благоустройству. Депутаты и общественники говорили о планах на этот год. И не только в Саратове, но и по всей области. Подняли вопросы о будущем парке на полях НИИ Юго-Востока. Там до сих пор не начались работы. Выяснилось, что не могут найти инвестора. Роман Базан отправился в облдуму и узнал, что все-таки изменится в городах в этом году. Сегодня в областной думе было жарко. Депутаты и общественники обсуждали формирование городской среды. За нее в прошлом году в регионе взялись довольно активно. И сегодня обсуждали не только то, что уже сделано, но и новые проекты. По словам парламентариев, до конца года в области должны реализовать еще два десятка проектов. Неплохо сделано в Балаково, я видел, сам ходил специально. Неплохо в Энгельсе, да, сделано в ряде случаев, сделано даже с душой. Но еще раз говорю, в каждой бочке дегтя только, к сожалению, маленькая ложка меда оказывается. Вот мы эту ложку меда вынуждены искать там, кушать. Слава богу, что она есть. Но когда вот эта бочка дегтя, она все портит. В 2017-м на благоустройство дворов и зеленых зон потратили более 550 миллионов рублей. Из них львиная доля средств поступила из федерального бюджета. Отремонтированы около 200 дворов по всей области, а в 11 городах еще и благоустроены скверы и парки. В этом году финансирование увеличат. На обустройство комфортной городской среды потратят около 600 миллионов рублей. Работы будут вестись в 143 муниципальных образованиях. Нормативно правая база была принята, в том числе муниципальная программа. И на официальных сайтах администрации были созданы бренд-буки соответствующих муниципальных программ. Поэтому необходимо сказать, что в 2018 году география реализации данной программы утроится. Примут участие уже 18 городов. Учтут и опыт прошлого года. Например, обновление при вокзальной площади. Этот проект москвичей не раз критиковали. Многим заразским архитекторам не понравилась предложенная транспортная схема. Из-за установленных светофоров перекрестки встали. Критиковали и благоустройство сквера на улице Рахова. Дизайнеры не поняли, зачем было устанавливать лавочки и фонари в Тридорога. А экологи возмущались с рубленными деревьями. По словам специалистов, в этом году сквер на Рахову придется немного доработать. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Истец прав, но его требования удовлетворить невозможно. В подобный правовой казус попал саратовец Алексей Ломоносов. Мужчина захотел приватизировать земельный участок в заводском районе. Но получил отказ. По мнению юриста, без всяких на это оснований. Пришлось обращаться в суд. Но Фемида, по мнению героя нашего сюжета, повела себя очень странно. Оксана Лючева знает подробности. Рубрика выходит при поддержке Межрегионального правового центра. Межрегиональный правовой центр. Юристы, к которым обращаются. 91-71-91. Мечта Алексея Ломоносова стать хозяином этой земли. Четыре года назад он взял ее в аренду у города на 49 лет. Построил первую очередь гаражного кооператива. Начал вторую. Оформил право собственности на здание. В прошлом году решил приватизировать и землю. Но получил отказ. Мне пришло постановление с администрацией и с комитетом по имуществу об отказе в оформлении измеренного участка в собственности. По той причине, что по территории моего участка проходят красные линии. Провели в красные линии. В 2015 году. То есть раньше они шли по границе участка. Потом перенесли на мой участок. По данным администрации, участок частично расположен в границах территории общего пользования. И приватизации не подлежит. Алексей не согласился и обратился в районный суд с иском. По непонятным для нас с клиентом причине, суд пришел к выводу, что не усматривает нарушение прав административного исца. В то же время суд указывает о том, что красные линии были нанесены с нарушением. По словам Алексея, все документы у него в порядке. Разрешение на строительство имеется. Красные линии не должны проходить по его участку. Но в праве на приватизацию земли суд ему отказал. Было видно, что на этап подачи документов этих красных линий не усматривалось. То есть, другими словами, красные линии появились лишь по ошибке. В подобных случаях юристы советуют обращаться в вышестоящие инстанции. В данном случае это областной суд. А если понадобится, и в Верховный. Оксана Лючева, Алексей Бередихин, Саратов, 24. Появилась надежда на спасение. Историю полуторголодовалой Адалины Болтак с редким диагнозом мы уже рассказывали. С призывом о помощи в сборе средств родители обратились и в социальных сетях. На лечение, а оно возможно только за рубежом, необходимо было 20 миллионов рублей. К счастью, благодаря общим усилиям, часть суммы на первый этап лечения удалось собрать. Сейчас девочка вместе с мамой находится за границей и проходит обследование. Впереди второй этап, и на него нужно собрать 16 миллионов. Деньги необходимо перечислить до 20 мая текущего года. Все те, кому не безразлична судьба маленькой Адалины, могут ей помочь. Информацию вы видите на своих экранах. Спорт для настоящих мужчин. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Заводской» состоялся престижный хоккейный турнир для младшей возрастной группы. В финальном этапе принимали участие 4 команды из нескольких районов области и города Саратова. Альфия Багапова узнала, кому достался титул победителя и сертификат на 100 тысяч рублей. Недетские эмоции переполняют юных спортсменов. Конечно, ведь это финал престижного турнира. Проходит он в рамках всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. За звание лучших борются ребята младшей возрастной группы 10 и 11 лет. Сегодня на льду встретились команды из Вольска и Саратова. В турнире «Золотая шайба» участвуют дворовые команды, команды с области. Сегодня у нас была младшая группа, возрастная. До этого у нас проводились те же соревнования по старшей и средней возрастной группе. Видно продвижение в развитии дворовых команд. Видно попуализация хоккея в Саратской области. Призовой фонд турнира стимулирует ребят еще больше. Для команды победителя предусмотрен сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение хоккейной амуниции. И сертификат тренеру на 10 тысяч. За второе место команда получит 50 тысяч рублей. Финальный гол и победитель определен. Мы постоянно еще после обычной тренировки, мы еще сухую сами проводили. И мы готовились к этому турниру и победили, и заняли первое место. Поздравить юных хоккеистов приехал первый заместитель министра молодежной политики и спорта области Андрей Козлов. Ребятам вручили кубки и грамоты от ведомства. Также всем призерам турнира вручили сертификаты на получение комплекта клюшек. Альфия Багапова, Вячеслав Соленков, Саратов, 24. Команда модного и энергичного молодежного радио «Радио Энерджи» продолжает зимнюю традицию. И уже шестой год подряд приглашает поклонников экстремального спорта на мероприятие «Энерджи инзе маунтин». 3 февраля с 12 до 3 часов дня. Все, кто не представляет свою жизнь без головокружительных спусков и подъемов на лыжах и сноубордах, без яркой музыки и отличной компании, соберутся на главной горнолыжной площадке города, на Вишневой горе. Генеральный партнер независимой лаборатории «Инвитро». «Инвитро» — это более 1700 видов медицинских анализов. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О главном к этому часу все. Еще больше новостей, а также записей всех выпусков программы «Саратов сегодня» смотрите на сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.